Указывая эту разницу между светом и тенью, темно-насыщенный коричневый оттенок дает глубину в теневых частях, там где падает тень от листвы. И плюс мы укажем обязательно основную ветку, которая будет у нас располагаться слева, то же самое, такой же темной краской, то есть черная с красной мы смешиваем, делаем замес и легким движением буквально, немножечко можно не совсем прямо делать, чуть-чуть прерывистыми движениями, но указываем эту ветку, именно она основная будет. Остальные ветки будут немножко поменьше. Эти ветки мы рисуем темной краской, опять же указываем на то, что они находятся в теневых частях. Потом уже впоследствии можно кое-где бросить и веточки, которые будут на свету, более светлой краской. Затем берем веерную кисть и укажем более освещенные места на листве нашей. В этот же цвет, которым мы набирали ту зеленую листву, подкладку, мы добавляем желтый цвет, более густо, более пастозно и точно такими же тычкообразными движениями вплавляем эту краску. Кое-где мазок может остаться побольше, кое-где краска впишется немножечко в ту подкладку и тем самым добиваемся освещенных частей, которые на свету находятся больше. И плюс мы моделируем объем, то есть наши листва начинают приобретать определенный объем, то есть изображение перестает быть плоским. Затем немножечко приглушаем контраст между средним планом картины и передним. Берем также веерную кисть этой же краской, ничего не меняем и вертикальными движениями аккуратненько проходим по этой границе. И тем самым создаем множество травы. Веерная кисть в этом плане очень хорошо подходит, она создает множество, множество травинок. В этом наброске нам нужно кое-где в некоторых местах добиться глубины, то есть средний план мы разнообразим, смешав новой кистью синий цвет с красным, получим фиолетовый. И легкими движениями вертикальными мы вписываем эту краску и соответственно она подмешивается и смешивается с той краской, которую мы наносили до этого. И получается где-то новый цвет и опять же мы увеличиваем объем всего наброска. И там где у нас будет падать свет, то есть самое такое освещенное место дерева, мы возле ствола делаем немножко темнее, чтобы добиться более ярко выраженного контраста светового. Затем взяли с вами веерную кисть и небрежными движениями тем же цветом, который остался на кисти. Просто сделали пару мазков и тем самым разнообразили немножечко набросок и опять же создали множество. Затем мы взяли новую кисть, нам нужно кое-где сделать цвет на стволе дерева более контрастным, поэтому смешиваем красный цвет с белым. Получается такой розоватый оттенок, но смешиваясь с предыдущей краской, которую мы накладывали, мы быстро пишем, поэтому краска вся достаточно сырая. И получается новый цвет. И тем самым мы указываем и показываем более четкий контраст. Камера в момент неподходящий отключилась. Я там добавил буквально мазков несколько и вот то, что у нас получилось в результате. Повторюсь, друзья мои, я делаю ровно на такой уровень, чтобы вы могли повторить не хуже, чем я. Скоро увидимся с вами. Пока.